Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Священный день христианского календаря превратился в трагедию. В Шри-Ланке террористы-смертники поразили три католические церкви и отели по всей стране. В малой мере 290 человек были убиты и еще больше сотен пострадали. Власти, говорят нападающие, были связаны с местной террористической группой. Они были радикальные мусульмане, их мотивы были религиозные. Ничего из этого не вымысел, это правда. И потому что это очевидная правда, никто из властей не говорил об этом прямо. Вместо этого они избегали чистой речи. Цитата «Атаки на туристов и пасхальных верующих в Шри-Ланке. Атака на человечество», написал Барак Обама. Та же фраза у Хиллари Клинтон. «Я молюсь за всех пострадавших от сегодняшних ужасающих атак на пасхальных верующих и туристов в Шри-Ланке». Пасхальные верующие. Почему бы не сказать «христиане»? Никто не поклоняется Пасхе. Этому, конечно, есть причина. Эффемизм никогда не бывает случайным. Наши лидеры верят, христиане — это проблема. Это те, кто опасен. Им нельзя верить. Скажи им правду, и они могут сойти с ума, организовать новый крестовый поход. Вы никогда не узнаете, на что способны христиане. Уже вечером Вашингтон-Пост выпустила статью с заголовком «Взрывы церквей в Шри-Ланке оскорбляют ультраправых на Западе». Как будто тебе надо быть нацистом, чтобы сожалеть о взрывах церквей. Это кажется то, что они думают. Вот почему лидеры последовательно игнорируют преследование христиан по всему миру. Когда такая политика делает вклад в преследование, а она делает, лидеры ничего об этом не говорят. Для примера, меньше чем за 20 лет после того, как мы свергнули Саддама Хусейна, три четверти когда-то процветающих христиан пропали. Они либо были убиты исламскими экстремистами, либо уехали из страны как беженцы. В Сирии христиане поколениями живут под защитой семьи Аль-Ассад. Не надо говорить или даже знать об этом. Не получится сделать это как-то менее правдивым. Это правда, и вы можете спросить у сотен тысяч христиан, спавшихся бегством из страны, как только США начали вести политику по свержению Башал Асада, если хотите деталей. Но никто в Америке никогда не спрашивал их мнения. Никого не волнует. Никого не волнует, что большинство наших союзников на Среднем Востоке репрессирует христианство. Афганистан, к примеру, получает от нас миллиарды каждый год. Зачем? Чтобы мы превратили его в Бельгию. Теперь в Афганистане принятие христианства мусульманину означает приговор к смертной казни. То же в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах. Обе страны находятся под поддержкой Соединенных Штатов. В Египте принятие другой веры запрещено законом, но не несет смертной казни. Опрос показывает, что большинство за приговор. Ну и где же наш государственный департамент? Все время они бьются за права людей в странах, названия о которых могут произнести. Они игнорируют это. Когда мы в последний раз принуждали правительство стран обращаться с христианами лучше? В некоторых случаях это было бы просто сделать. Мы бы смогли потребовать полную свободу вероисповедания, объясняя это тем, что, например, Саудовская Аравия, Пакистан и другие теперь зависят от нас. Почему бы нам это не сделать? Потому что мы боимся критики. Вашингтон пост. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok